Желаю всем здравствуйте! Андрей, привет! Здарова! Расскажи немножко про себя, кто ты, чем ты занимаешься? Я Прозоров Андрей, я руководитель экспертного направления в компании Solar Security. Много лет занимаюсь информационной безопасностью. Помимо прочего, я веду достаточно популярный блог, который посвящен вопросам, в первую очередь, информационной безопасности, менеджмента и всего такого. У нас тематика сегодня по слежке за сотрудниками. Я так понимаю, что ты в этой среде как-то крутишься. Расскажи текущую ситуацию. Следят за сотрудниками на работе, не следят? Я работаю в компании Solar Security, как я уже сказал. Помимо прочего, мы проводим мониторинг событий, инцидентов информационной безопасности у наших заказчиков. У нас есть такая забавная статистика. Мы буквально каждый квартал готовим небольшой отчет по событиям и инцидентам, которые мы выявляем у наших заказчиков. И сейчас порядка 6-67% тех событий, инцидентов, которые происходят в информационной безопасности, это именно инциденты, связанные с внутренними сотрудниками. То есть это утечка информации, это воровство каких-то данных. Вот об этом речь. Самым большим количеством инцидентов – это конечно же утечка информации. Это либо умышленная кража информации, либо когда люди отправляют не найти адреса информацию, разглашают ее и так далее. Так или иначе, утечка данных – это является самой большой угрозой со стороны внутренних сотрудников. Утечка данных имеется в виду, опять же, кража данных, воровство, пересылка себе роднимому на почту. Вот об этом речь. Предположим, есть некая гипотетическая компания. Сотрудник копирует данные себе на флешку. Что дальше с ним происходит? Какие дальнейшие действия будут со стороны работодателя, правоохранительных органов? На самом деле стоит понимать, какие дальнейшие действия будут со стороны сотрудника, который это скопировал. Для чего он это сделал? Например, он молодец, он из дома работает, чтобы вовремя сдать необходимую отчетность для компании, повысить продажи, как бы старается. В таком случае он, в принципе, молодец. Другие варианты могут быть, когда он это делает неумышленно. Случайно переслал, не обратил внимание. Случайно переслал, решил, может быть, все-таки поработаю дома, может, не буду работать дома. Пересылка информации с целью, в принципе, благородный или полублагородный. И третий вариант – это когда человек умышленно старается эту информацию себе забрать. Я-то пару лет назад я находил замечательную отчет, который проводил компания Headhunter. Отчет, который они в итоге выпустили, назывался «Шпионы на работе». Самым основным тезисом и выводом было то, что порядка 40% всех сотрудников, они так или иначе уже выносили информацию со стороны компании, либо собираются это сделать в ближайшем будущем. Порядка 10% всех сотрудников готовы выносить клиентские базы данных. Такие цифры Headhunter нашел. И, в принципе, они такие, на мой взгляд… Адекватные, да? Они адекватные и говорят о том, что… некая достаточно серьезная угроза со стороны сотрудников все же есть. То есть многие из сотрудников готовы что-то делать не во благо компании. Предположим, человек украл данные у компании путем копирования на флешку или бросил себе на адрес электронной почты. Как компания на это должна реагировать? Зависит от того, что произошло. Зависит от того, какие у компании есть ресурсы, юристы, службы кадров. Но если в компании обрабатывается информация, составляющая коммерческую тайну, то режим коммерческой тайны должен быть как бы введен. Ответ должен быть на разграничение доступа и так далее. То есть по такой совокупности данных уже можно принимать решение, что с этим сотрудником сделать. Начиная от того, что понять и простить его, скажете, бывает как бы… Да, да. Происходит. Да. И до более серьезных сценариев, которые могут заключаться в увольнении сотрудника. Мне лично интересны два варианта, да. Первый вариант – это увольнение его по статье. И второй вариант – какого-то преследования его совсем в уголовном порядке. И вот насколько это реализуемо, и как это происходит. Чаще всего, если все-таки сотрудник попадается на том, что он информацию ворует, особенно для каких-то неблагородных целей, для конкурентов, для того, чтобы создать собственный бизнес, для того, чтобы переманивать клиентов, зарабатывать или воровать у компаний, то чаще всего с этим сотрудником уже идут по другому сценарию либо это увольнение по статье за разглашение хранения законом тайны, либо преследуем в уголовном порядке. В уголовном порядке преследовать намного сложнее. Там сложнее процедура, надо взаимодействовать с правоохранительными органами. Если мы преследуем по трудовому кодексу, то как бы за месяц с сотрудником можно расстаться, сотрудник там получает себе запись в трудовой книжке, что уволен за разглашение хранения законом тайны, и как бы с этой записью ему там уже устроиться будет достаточно сложно. Когда мы говорим про уголовное Оно может затянуться на многие-многие года, соответственно, вам надо подать заявление в правоохранительные органы, там начнут следственные действия, вас будут гонять и в суды, и в прокуратуру, ну и так далее. То есть процедура сложная, трудозатратная, и чаще всего поэтому идут по сценарию увольнения к Магина по Трудовому кодексу. Сама процедура увольнения за разглашение о хранении законом тайны, она не очень сложная. Она в явном виде прописана в Трудовом кодексе, там есть определенные ограничения и по срокам, и по процедуре. Значит, что-то происходит, и там специалисты службы безопасности, генеральный директор, например, сработало какое-нибудь средство защиты информации, ДЛП-система выявила, что сотрудник себе что-то передал на флешку, отправил на личную почту. Дальше так, он пишет, соответственно, служебную записку на руководство компании, вот произошло такое-то событие, надо бы разобраться. И руководство компании состоит приказ о создании комиссии для расследования этого инцидента. В комиссию входят именно сотрудники организации, да? Чаще всего это юристы, это отдел кадров, это руководитель непосредственно сотрудника, это безопасность, это IT, ну и так вот, по мелочи. Он запрашивается объяснительность сотрудника, в принципе, не важно, что он там пишет, что не пишет, главное запросить объяснительную. Сотрудник, в принципе, может и не дать, тогда надо писать акт об отказе дать объяснительную. Самый такой идеальный вариант, когда сотрудник, как бы, ты его попросили устно, он сказал да, и сразу вам его написал. Если сотрудник проблемный, и как бы он начинает там отказываться что-то писать, то его надо сделать, соответственно, письменный запрос там при свидетелях. Потом сама комиссия рассматривает там саму ситуацию, что произошло, могут рассматриваться отчеты из среды защиты информации, могут общаться с самим сотрудником, могут рассматривать его объяснительную, все, как бы, все, что угодно. Лучше сделать быстро. Лучше сделать быстро по одной простой причине, что в трудовом кодексе, в явном виде, определены сроки принятия решения по дисциплинарным взысканиям. Во-первых, вы должны пройти всю процедуру наложения дисциплинарных взысканий за один месяц, то есть момент обнаружения события. То есть, как бы, обнаружили и вот прям вплоть до конечного решения, если, например, будет увольнение, вы должны все это пройти за месяц. Второй срок, определенный трудовым кодексом, это срок, условно, давности события, это полгода. Если вы эти сроки не попадаете, считайте, вы сотрудника прощаете. То есть, если в течение полугода об инциденте не стало известно по каким-то причинам, да, то и с точки зрения трудового кодекса этого инцидента уже не было. Да, с точки зрения трудового кодекса он был, но вы не можете наказать сотрудника. Конечно, если он там серьезный, там, не знаю, у компании вовруют деньги, там, информацию о коммерческой тайны, там, шпионам, конкурентам, вы можете пойти по уголовному кодексу, там, чуть больше, срок для проведения всяких процедур первичных. Комиссия, она рассматривает дела и, как бы, создает протокол комиссии, в котором там прописывают тяжесть последствий. То есть, они описывают обстоятельства, да, и дают какие-то результаты, да? Да. Лучше всего, чтобы было даже две комиссии. То есть, условно, одна расследуется инцидентом, а вторая комиссия, она некодисциплинарная. Что по этому инциденту, по результатам расследования его делать? Там принимается решение, прям, условно, уволить человека в соответствующих основаниях. Вместо того, потом готовится приказ по компании, человек увольняется. В чем у него будет записано в трудовой книжке после этого? Как договорятся. Потому что, знаете, комиссия может обсуждать, скажешь, типа, человек, он хороший, мы с ним много-много лет сработали, и, как бы, он молодец. Давайте по соглашению сторон, да? Да, и на самом деле соглашение сторон, про которое ты говоришь, это идеальный вариант и для сотрудника, и для компании. Он несет для компании меньше риски. В принципе, можно, не знаю, приезжать сотрудник, поговорить с ним по душам. Дружище, вел себя плохо, там, воровал у компании. Вообще человек-то не очень, но мы тебя прощаем, пиши заявление по собственному желанию. Либо сказать, что нет, мы тебя будем увольнять по статье. А он может пойти в инспекцию, там, пожалуйста, на вас суд, и может затянуться. Если вы не соблюдаете процедуру увольнения правильно, если у вас есть какие-то проблемы, не знаю, с обеспечением безопасности в компании, ну и так далее, то он, скорее всего, его победит. В то же время, если вы с ним подписываете по соглашению сторон, то вы его можете уволить в один день, вы его можете условно заплатить в какую-то небольшую сумму, и каких-то претензий к вам он уже иметь не будет. Проблема заключается в дальнейших последствиях, да, когда человек может восстановиться на работе, и за пропущенный период времени ему придется платить зарплату. Ну, такие риски есть, да. Причем, как бы, это из-за пропущенного периода времени платить зарплату, он может попросить, там, моральную какую-то компенсацию. Если все-таки человек был, там, невиновен, и компания, там, его, условно, прижимала, человек обычно выигрывает. Но в то же время надо понимать, что вот в ситуации трудовых споров, на мой взгляд, у компании более сильная позиция. У них много ресурсов. Это и денежные ресурсы, это и временные, и специалисты могут привлекать. В то время как работник обиженный, ему сложнее вот выстраивать логику общей суда. Несколько лет уже слежу за трудовыми спорами. Я обратил внимание, что, во-первых, их становится все больше. Чаще всего сотрудников все-таки увольняют, стараются по статье, как мне кажется. То есть компания идет все-таки на принцип. Для компании это чаще всего бывает очень показательно. То есть, условно, одного увольняем, остальные будут вести себя спокойнее и лучше. В последнее время компании начинают все чаще и чаще выигрывать. Пару лет назад, я бы, условно, говорил, что 60% выигрывают сотрудники, 40% выигрывают работодателей. То есть сейчас порядка, допустим, 70% это в пользу работодателей. Какую информацию нужно собрать для того, чтобы доказать факт утечки, факт кражи информации и, в общем-то, как эту информацию в дальнейшем использовать? Если мы идем по трудовым спорам, то там практически ничего готовить-то и не надо. То есть некое решение такое, коллективная безответственность получается, когда комиссия принимает решение на основании того, что что-то там произошло, какие-то сведения, которые обсудили, посмотрели. А сложнее идет по уголовному кодексу. Там надо все очень четко доказывать вину и обосновывать, что конкретно человек это сделал. Что касается уголовных дел или попыток завести уголовное дело, вот это взаимодействие с правоохранительными органами, как вообще выстраивает? Сранее простой в принципе. Вы приходите, пишите заявление, что произошло, что-то такое, либо мы считаем, что происходит, и дальше уже они начинают собирать информацию. То есть фактически приходят люди в форме и начинают какую-то информацию пытаться собирать. Просто печатают серверы рабочей станции, увольствуют их на экспертизу. Компаниям для проведения внутренних расследований очень сильно помогают специализированные средства. Условно их можно разделить на три категории средств защиты информации. Первое – такие средства, которые помогают подглядывать за сотрудником, контролировать его рабочее время. Они могут делать принскринт экранов, записывать запись с видео, с аудио, которые в случае чего могут помочь, понять, чем человек занимался, чего произошло. Да, восстановить некие обстоятельства. Да, то есть такие системы подглядывания контроля рабочего времени. Следующий класс систем, такой уже более технологический, это все, что связано с DLP-системой, так называемыми. По сути дела, это не просто контроль трафика, который идет на почту, веб. Сами системы используют специализированные технологии, которые могут сказать, что да, вот здесь пошли на персональные данные, а вот здесь, скорее всего, протокол совета директоров. Разные технологии используют это и лингвистика, это и цифровые отпечатки самого текста. Они позволяют и разграничивать, то есть в случае необходимости не могут заблокировать такую передачу, и автоматизировано понять, что инцидент произошел. Да, ушел конкретно вот такой-то документ. Да, от конкретного человека по какому-то каналу туда-то. Третий класс, который сейчас, в принципе, в России начинает только появляться, это системы, связанные с анализом поведения. То есть есть системы, которые могут, так скажем, заранее спрогнозировать, что с сотрудником пойдет что-то не так. Они могут собирать различные данные, там, в DLP-систем тех же самых, запросы пользователя как базам данных, и вот как бы выстраивать некий такой, скажем, условно, стандартный рабочий день. Отклонение серьезное от вот этого стандартного профиля, оно может говорить о том, что там что-то не то происходит. Ну, более интеллектуальные системы, да, прогнозированные. Сам простой пример, это когда вот сотрудник, условно, готовится, умолится, он еще там ничего не подписывал, то есть зачем, допустим, в арабате информации собираешься и уволиться, как бы после того ты подал заявление об увольнении. Лучше сначала себе все забрать, а потом уже увольнение. Ну, логично, логично. Человек увольняется, все могут видеть, ага, вот из этой базы данных там собирается информация, вот здесь она там складируется, а вот тут он начал почему-то там на полчаса раньше приходить на работу. Насколько работодатель действительно имеет по закону право пользоваться такими системами? Не нарушает ли это прав граждан, например? В принципе, не нарушает, если такими системами правильно пользоваться. Если вы все-таки такие средства используете, как бы использовать их правильно и грамотно. Ну, то есть, условно, не есть личную почту сотрудников, там не перехватывайте телефонную связь, ну и так далее. Плюс у вас должно быть все правильно документировано. У вас должен быть режим коммерческой тайны, если у вас есть коммерческая тайна, у вас должен быть перечень информации граничного доступа. Понятно, да, то есть в магазинах продаются лопаты, но лопатой можно запросто и убить. Это приводит к тому, что все-таки лопаты запрещаются к продаже. Ну, конечно. В Евросоюзе правила немножечко отличаются от наших. В европейских странах все-таки, например, очень сильно не любят лезть в так называемую прайвеси, то есть в личную частную жизнь. И поэтому системы, которые оля подглядывают за сотрудником, они их практически не используют. В то время как система DLP, система связанная с анализом поведения, технологические системы технические, которые без использования словно человека-администратора понимают и принимают решения, либо просто блокируют передачу данных, такое, конечно же, есть и, в принципе, рынку уже много лет. Если мы встанем все-таки в позицию сотрудника, вот, предположим, к нему возникают какие-то вопросы у службы безопасности или у руководства, его начинают звать, задавать какие-то вопросы, вот как ему нужно реагировать? Очень просто. Если вам нечего скрывать и вы не виноваты, то вы честно об этом говорите. Если вам есть что скрывать... И вот это очень важно. Если вам есть что скрывать, что делать? Изучить трудовой кодекс и в дальнейшем, если будут у вас какие-то шаги приниматься, вы должны, скажем, максимально либо затянуть процедуру, либо найти какие-то лазейки. В целом, все-таки, конечно, этичное поведение сотрудников и какое-то ответственное поведение никто не отменял. Служба безопасности работает активно, было несколько фактов утечки. Предположим, я копирую данные себе на флешку и хочу работать дома. Но доказать это я не смогу, что я такой добрый, хороший, белый, пушистый. А вопросы ко мне возникают, меня хотят уволить. Что вы будете доказать? То есть, смотрите, у вас есть непосредственный руководитель, с которым вы можете обсудить вопрос, что можно ли использовать такую информацию дома, могу ли я дома поработать. Причем вам желательно не устно это обсудить за кружкой пива, кружкой чая во время обеда, а даже хотя бы в той же электронной почте получить письмо можно, нельзя. Многие сотрудники рассматривают вопрос использования своих собственных мобильных устройств, ноутбуков, телефонов, предоставления удаленного доступа и запрашивают такую возможность и, в принципе, многим ее дают. Если человеку, предположим, уже все, собрались увольнять, а он увольняться не хочет и он ни в чем не виноват, доказать это как-то сложно? Надо понимать, что было ли разглашение, либо не было разглашения. То есть, если он все-таки, условно, взял информацию на флешку, то оснований для его увольнения нет, потому что там не появилось третье лицо. Ну, если он, наверное, кому-то не передал, не продал и так далее. Если же он, условно, передавал себе по электронной почте, то, к сожалению, по формальным признакам, это является разглашением, и его могут за это уволить на принтер. Если он вывел это на принтер, взял документы себе... Просто почитать дома, условно, да. То есть, это тоже не разглашение, да? То есть, не являясь разглашением, но однако, сотрудника могут наказать за нарушение правил обработки защиты информации, если они являются в компании Okey- jotain. Такие правила есть. Так как-то сотрудника, если он виновен или там невиновен. Ну, вам важно разобраться с тем, как, вот, в компании, правила там есть, нет, документировано или не документировано или расписано или он за них не расписано. Да, действительно нарушил он что-то, что он принимал в свое время, да, или он не нарушил. Если, конечно, правил, нет, режима коммерческой тайны нет, то ему будет проще отбиться от претензий. даже если он виноват. Андрей, большое тебе спасибо. Спасибо, что пришел, было очень интересно. Желаю всем удачи. До свидания. Вообще, знаешь, эта тема, которую мы сейчас с тобой быстро обсудили, она достаточно большая. Там очень много таких мелких нюансов, каких-то кейсов. И я, похоже, лекцию читаю в Высшей школе экономики в Академии народного хозяйства, и там по 4, по 6, по 8 часов на эту тему, и ты, значит, не укладываешься. Ну, ты там рассказываешь именно с точки зрения того, как законодательство, или как правильно проводить эти расследования. То есть там просто и законодательство рассматривается, и трудовой кодекс с деталями, с процедурой рассматриваются какие-то кейсы, которые уже были в судебной практике. И с технической точки зрения, как это организовывали, как это собирать, какие-то документы должны быть. То есть тема такая, она вроде такая маленькая, но там нюансов очень много. И что интересно, ты по ней почти ничего не найдешь. То есть тебе вот эта информация как таковой, где либо будут рассуждения за жизнь, а без конкретной тематики. То есть какие документы должны быть, на что обратить внимание, какую-то аргументацию составить для суда, какие документы подать и так далее. А ты вообще в судах участвовал? Да, я участвовал несколько раз в судах, со стороны, мы помогали готовить аргументацию и документы со стороны заказчиков, и побеждали. То есть у меня проверенных дел поэтому не было. Ну, вообще судебный вот этот опыт, он очень-очень много меняет что в голове. Да, буквально. Потому что то, что ты знаешь в теории, оно, во-первых, не факт, что точно так же будет работать на практике, это первое. Второй момент. Когда ты готовишься к судебному заседанию, да, или готовишь заключение какое-нибудь, то уровень ответственности, да, он кардинально другой, чем подготовка к какой-нибудь презентации. Ну да, 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 да. Это не просто там дать пару советов, как это сделать. Ну да. Во-первых, ты под присягу приходишь, во-вторых, судья перед тобой, конкретный судья, когда в конкретной мантии сидит. Если там можно фигню истрывать, то там могут быть проблемы сразу. Ну да, то есть как бы совершенно другая атмосфера, и поэтому, конечно, когда есть опыт судебных дел, это совершенно другой опыт. Ну да, то есть получается как бы и теоретическая часть, и как бы и кейсы, и опыт судебных дел, он, конечно, дает вот прям картинку вот совсем в целом, когда ты видишь. Это очень большой плюс, да. Может какие-то контакты начать заниматься по этой тематике, как для работодателей, так и для сотрудников. Это же можно в обе стороны. Нормально, нормально. У нас сейчас вообще, на самом деле, не хватает именно специалистов, кто бы в судебных заседаниях участвовал вообще профессионально, именно с точки зрения безопасности, с точки зрения защиты информации. Вот, ну, нету таких людей, их очень мало. У нас проводятся экспертизы там, буквально там, те экспертизы, которые реально принимаются, делает там низкая компания всего. Но они делают техническую экспертизу. А как подготовиться к ней, как нормативно, значит, организационную экспертизу провести, этого никто не знает. Да, когда в судах имел дело, я столкнулся с тем, что там, корпоративные юристы, корпоративный отдел кадров, они до конца не знают. Да, они не в теме. Они абсолютно не в теме. То есть, человек там уволит, там, как, не знаю, написать отзыв для суда, но там, а как им обосновать, что там, не знаю, там, режим коммерческой тайны, есть там, что с безопасностью в компании, вообще можно, нельзя там... Это ты говоришь, например, только про увольнение сотрудников. Вот у меня, моя личная практика, несколько дел были, там, миллионы долларов, миллионы долларов ставка именно в судебном, значит, в суде присутствуют. И выиграть может и одна, и другая сторона. То есть, в зависимости от того, кто хорошо или плохо себя поведет. И настолько низкая компетенция, например, у некоторых юристов, да, я вообще не знаю, как их зал судебного заседания... Я думаю, что у них не столько низкая компетенция, сколько они, знаешь, они заточены чаще всего там... Под свою какую-то тематику. Ну ты же понимаешь, вот представь, ты собственник бизнеса, да, у тебя на кону стоят, там, два, два с половиной, три миллиона долларов, да, и, соответственно, ты выпускаешь в суд того, кто тебе его проиграет с высокой долей вероятности. Вместо того, чтобы сходить там, поискать реально, побегать кого-нибудь. А как ты будешь искать? По каким хритериям? Вообще это сложно, да. Ты можешь какую-нибудь с тобой юридическую фирму намучить? Вообще легко. Мы же здесь сидим, можно организовать. Такой там, царёв, прозоров и партнёры. Да-да-да-да-да. Увольняем легко. Да-да-да. Субтитры сделал DimaTorzok